В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут говорим о жизни в самом красивом ее проявлении. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 И пусть численность этой компании только возрастает, а энергичных людей становится все больше. Изготовление цирконевой коронки за один визит к стоматологу. От 3D-сканера до 3D-фрейсера. Выбирая технологию ЦЕРИК, вы экономите свое время. Выбирая стоматологическую практику, вы получаете надежность. Запишитесь на консультацию. 73 11 11 1. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Влияние ультрафиолетового излучения на кожу – проблема, к которой косметологи относятся более чем серьезно. Существует даже такое явление, как фотостарение. К типичным его признакам относится чрезмерная сухость кожи, появление поверхностных и глубоких морщин, а также пигментация. В первую очередь, говоря о солнцезащитных средствах, необходимо понимать, что такое СПС. Это способность солнцезащитного средства отодвигать возникновение эритемы. Фактор защиты – это не насколько силен этот крем. Фактор защиты – это то, насколько человек может находиться больше на солнце без повторного нанесения крема. Косметологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства из профессиональных линеек, эффективность которых доказана многолетними исследованиями. Основные направления, на которые опирались исследовательские работы Института СТДР, основывались на следующих постулатах. Солнце не настолько вредно, как нам кажется, потому что недостаток солнца вызывает нехватку витамина Д, который в свою очередь ведет к гиперчувствительности организма и особенно влияет на психоэмоциональный хрон весенний-зимний период. Если солнца очень много и активность его агрессивна для организма, это тоже очень опасно. Поэтому продукция солнцезащитной линии СТД как раз регулирует солнце и приучает наш организм, то есть нашу кожу, к правильному использованию солнечной энергии ультрафиолета. Происходит эта адаптация с помощью двух запатентованных технологий – Уфоэнсилиум и Адаптосан. Уфоэнсилиум – это комбинация активных веществ, которая стимулирует способность клетки к самозащите. Это первый патент. А второй патент – это Адаптосан. Он контролирует степень загара, интенсивность и пролонгацию этого загара. И после четырех дней использования препаратов Адаптосан кожа приобретает загар по интенсивности и по стойкости, как будто бы вы были на солнце 12 дней. В данной линейке нет разделения на СПФ фильтры 20, 30, 50 и так далее. Все средства делятся по степени активности солнца и по трем типам кожи. Толерантная кожа – это кожа, которая очень спокойно воспринимает загар, восприимчиво к солнцу. Толерантная, чувствительная кожа – она загорает кожей и слегка обгорает. Интолерантная кожа – это реактивная кожа, возникновение пигментации, шрамы. Или вообще кожа, которая имеет аллергическую реакцию на солнечное излучение. Для третьего типа рекомендуется средство, которое полностью исключает солнечное воздействие на кожу. Эти же продукты подойдут и тем, кто желает сохранить природную аристократическую бледность. Крем, спрей, лосьон или пудру необходимо выбирать, советуюсь со специалистом. Если же говорить о советах универсальных, то в первую очередь не стоит злоупотреблять пребыванием на солнце. И также перед отпуском в южные страны и после него навещать косметолога. Все это позволит не только сохранить молодость, но и эффект от мезотерапии, биоревитализации и других процедур, направленных на обновление кожи. Существует теория, что если нравится запах косметического средства, крема или лосьона, то эффект от этого только усиливается. Как воздействуют ароматы на организм человека и как с помощью натуральных аромамасел создавать индивидуальные рецепты, смотрите прямо сейчас. Восточный вариант спа, тайский или балийский массаж предполагает использование натурального масла. Это нечто большее, чем средство для выполнения массажа. Этот продукт занимает особое место в линейке косметических средств. В нашем обзоре участвуют пять разновидностей масла. Об их особенностях рассказывает руководитель спа-салона Юлия Гроза. Базовое масло у нас это кокосовое. Кокосовое масло холодного отжима, нерафинированное, которое позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ в нем. Вообще на родине кокосовое масло называют маслом от всех болезней, а кокосовую пальму деревом жизни. Ну, кокосовое масло, можно сказать, это уникальный продукт по своим свойствам. Очень богато витаминами группы В, С, Е, минералами, в особенности кальцием и калием. Также оно обладает большим количеством антиоксидантов. Лимонная трава, она же лемонграсс, растет в странах с тропическим климатом. А масло, которое получают из этого растения, обладает ярким запахом лимона с травянистой нотой. Оно очень хорошо ухаживает за кожей, сужает поры, лечит, помогает в лечении угревой сыпи. Масло лемонграсса хорошо подходит для антицеллюлитного массажа, так как оно укрепляет соединительную ткань, возвращает к коже гладкость и упругость. Масло иланг-иланг, что в переводе с тагальского означает «цветок цветков», получают из тропического дерева катанга с большими ароматными цветами розового, желтого или сиреневого цвета. Масло иланг-иланга хорошо помогает справиться с депрессией, справиться с гневом, улучшить остроту чувств. Масло иланг-иланга считается афродезиаком. Недаром в Индонезии есть традиция, когда ложеного врачных усыпают пепетками иланг-иланга. Цветок пачули очень любят парфюмеры, его применяют для производства аромосвечей и интерьерных ароматов. Так же, как и все вышеперечисленные масла, обладает рядом полезных свойств. Эфирное масло пачули широко используется в косметологии. Его увяжущее свойство придает коже упругость, восстанавливает тонус, помогая также справиться с депрессией, бессонницей. Отличительной особенностью масла франжипани является его превосходный аромат с цветочной нотой. Интересен тот факт, что свое название франжипани или плюмерия получила благодаря итальянскому дворянину, который создал духи с этим запахом. Так же масло франжипани является очень мощным афродезиаком. Еще это масло считается символом вечности и бесконечности. Натуральное аромомасло – продукт универсальный, обладает антисептическим действием и увлажняет кожу. Область применения безгранично широкая. Эфирными маслами также можно обогащать косметические средства. То есть можно добавлять несколько капель эфирных масел, шампуни, кондиционеры, а также кремы. И эффект от этого косметических средств только усиливается. Как бы далеко не продвинулись косметические открытия, вернуться к истокам, к природе со всеми ее богатствами всегда актуально. Эксперты утверждают, что свое масло нужно выбирать по запаху. Если аромат нравится, значит и кожа, и организм в целом примут продукт с удовольствием. Все фильмы можно условно разделить на две части. Голливудское кино и мировое, которое в каждой стране имеет свои особенности. Последние дни лета у челябинцев появилась возможность познакомиться с произведениями японского кинематографа. Об этом далее в выпуске. О популярности Японии в нашей стране можно судить по увлеченности их кухней, боевыми искусствами и кинематографом. Последний еще раз доказал фестиваль японского кино, открывшийся в Челябинске на этой неделе. Фестиваль японского кино проводится в Челябинске впервые. Японское кино сейчас очень разнообразно. Есть самые разные направления. Некоторые фильмы сложные будут для восприятия неподготовленного зрителя. А некоторые, в принципе, интернациональные темы. Проблема семьи, проблема молодежи. Многие проблемы сейчас... Мир глобализуется, и многие проблемы интернациональны. Поэтому, мне кажется, кино будет понятно. Я учу японский язык, я была в Японии. И мне очень нравится японская культура. Не только популярная культура, но и история. Так что, это не просто так, что я сегодня здесь. Если честно, я не разбираюсь в кино. Я пришла на этот фестиваль, чтобы послушать живую японскую речь и посмотреть интересные фильмы. И найти, может быть, единомышленников тоже. Собственно, если говорить о японском кино, то больше всего меня привлекают особенности отношений между людьми. Как и в повседневных, так и в определенных экстремальных ситуациях. А в частности, любовь, она совершенно не такая, как у нас. Люди себя ведут намного иначе. Это меланхоличность, скромность и повседневный ритуализм, вплетенный во все грани жизни, вплоть до наливания чая или же обычного приветствия. Как вы знаете, мы, посольство Японии, организуем ряд культурных мероприятий. Например, как ежегодно мы организуем кинофестиваль в Екатеринбурге. И поэтому у нас есть опыт организации такого мероприятия. И еще уверенность, что японское кино имеет возможность использоваться популярностью и среди русских. Поэтому я желаю, как можно больше человеческих людей сюда приходят и почувствовать очарование японского кино. Икебана, бонсай, оригами – все это знакомые любому обывателю слова. На открытии фестиваля познакомить гостей с японской культурой организаторы решили и при помощи мастер-классов по игре ГО и искусству фуросики. Вот даже на Руси у нас до появления сумок и чемоданов все носили в узелках. Только у нас традиция несколько утрачена, и мы это можем видеть только в каких-то исторических фильмах и мультиках советских про Аленушку и братца Иванушку. А вот у японцев это искусство в той или иной мере сохранилось. И в быту, и при упаковке подарков, чтобы сделать приятное родным и близким, любимым. Даже если вы, в общем-то, не знаете каких-то специальных техник, вы можете самостоятельно попробовать нечто интересное соорудить. Есть такой стишок. Был ребенок как ребенок, только в ГО играл с пеленок. И просил с утра не соску, а комплект камней и доску. То есть если взять японский иероглиф и разбить его, который обозначает эту игру, и разбить его на части, то получается, что игра камнями на доске. Здесь очень простые правила. Ну, чем меньше правил, тем больше свободы. Поэтому она до сих пор остается самой сложной игрой, которую придумал человек. Компьютер в нее очень плохо играет, несмотря даже на все успехи программы. Фестиваль продлится в течение пяти дней, в рамках которого сразу на двух площадках города будут показывать новинки японского кинематографа. Также с мастер-классом Челябинск посетит знаменитый художник, мастер жилописи Тонко Бояси. О том, как выражается чувство при помощи письма о тушье на бумаге, мы расскажем в ближайшем выпуске. Работаем круглосуточно. Все выпуски Бьюти Тайм и другие проекты о красивой жизни всегда на сайте bt31tv.ru А у меня все, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok